Руслан, что ты там опять смотришь? У нас эфир вообще-то начался. Алло. А, да. Девочки, я сейчас узнала, что немец Карстен Тьюз собрал 1563 модели мобильных телефонов. И все они уникальны и не повторяются. Интересно. Ребят, мы с вами совсем забыли поздороваться. Всем привет! С вами программа «Атдыхайп» и ее ведущие Елизавета Зайкова, Юлия Данилова, Руслан Черяков. И тема нашего сегодняшнего эфира – коллекция. Вы смотрите нас на национальном телевидении «Чуваши» или же в группе ВКонтакте «Городской медиа-центр Куча Мала». И, кстати, там действует чат, в котором вы можете писать свое мнение, мысли, вопросы. Руслан, расскажи нам поподробнее, про что ты там читал? Я читал про самые большие коллекции мира. Вот, например, Дмитрий Списелус из Афин – владелец наикрупнейшей коллекции кинопроекторов. Всего у него 937 экземпляров современных и достаточно очень старых, почти одних из первых. А вот ты сам что-нибудь коллекционируешь? Да, конечно. У меня есть коллекция монет, которую мне несколько лет назад подарил папа. И я ее сейчас продолжаю. Давай зрителям покажем. Их тут так много. Какие интересные. А у меня, кстати, дедуля тоже коллекционировал монеты. Но с ним произошла такая каверзная ситуация. Я вам про нее как-нибудь попозже расскажу. А вот я сама коллекционирую разные камушки, ракушки. Обычно я их привожу из какого-нибудь города или страны, забираю по одному, иногда несколько. И так у меня набралась целая 61 штучка. Иза, а можешь рассказать про этот камушек? Так. Его мне привезла бабуля из Греции. А я у нее его просто забрала. Мне бросается в глаза сразу вот эта чудесная разноцветная раковина. Расскажи, пожалуйста, откуда она? Ты ее очень удачно подобрал, потому что это та ракушка, с которой началась вся моя коллекция. Мне ее подарила моя подружка в детском садике. И вот так я начала коллекционировать. Здорово. Да. А ты ее что-нибудь коллекционируешь? Да, я коллекционировала и собрала целую коллекцию вот таких вот домиков. Все началось с того, что мама пришла с магазина и принесла какой-то пакетик. Я его распаковала, но там лежал этот прекраснейший домик. А там внутри что-нибудь есть? Да. Давай посмотрим. Это Минк, что ли? Да, все правильно. Я угадал. Я помню, как с этих куколок мы с девочками собирались в садике. Перед тихим часом мы обсуждали новые серии этого мультфильма. Мне это не знакомо. Ну да. Получается, ребята, мы с вами все что-либо да и коллекционировали. Как вы думаете, откуда это в нас живет? Вот мне кажется, это у нас в крови. А ведь даже наши предки занимались собирательством. Только тогда они коллекционировали разные травы, коренья. Но это им было жизненно необходимо. А сейчас мы коллекционируем для удовольствия. А ведь эти коллекции можно будет потом и продать. Хотя, кто знает, во что эти коллекции превратятся. Они могут процветать. Из них можно сделать музей. А могут просто пылиться где-нибудь на балконе. Ребят, кстати, я недавно на балконе нашла старую коллекцию марок своей тети. Ой, старая. Это специальный альбом, получается, для них? Да, конечно. И окошечки для марок. Ребят, а сегодня мы для вас будем разыгрывать вот такой вот фотоальбом. Это будет повод для вас начать свою коллекцию. По сути, у нас у каждого есть в галерее телефоны, но сейчас почему-то мало кто их распечатывает. Но мне кажется, что когда вы листаете фотоальбом и вспоминаете все, что происходило с вами когда-то, это гораздо приятнее. Ну а чтобы выиграть этот альбом, вам нужно поставить лайк и сделать репост этого эфира. Кстати, у многих русских людей даже на холодильниках есть мини-коллекция. Это магниты. Никто об этом даже не подозревает, но на самом деле это тоже можно считать коллекцией. А вот я знаю семью Суховей, которая коллекционирует большое количество магнитов. Давайте смотрим эту рубрику. Сколько магнитов у вас дома? Десять? Двадцать? А вот у журналиста Евгения Суховея их больше тысячи. И все географические, с названиями городов, стран, озер, островов. Раз вы коллекционируете магнистики с городами, то вы много знаете о них? Я стараюсь изучать, конечно же, какую-то интересную информацию о каждом городе. Вот, предположим, взять магнитик с города Зальцбург. Он в виде марки такой сделан. Что символизирует на этом магнитике? Это вот Моцарт, композитор, который в этом городе родился, что город музыкальный, вот скрипичный ключ, вот, что там луга олипийские, вот, цветочки такие. И вот есть канатная дорога сверху, вот, и можно в таком вот вагончике прокатиться туда-сюда. Город Шуя в Ивановской области славится валенками. В селе Прохоровка во время войны проходило очень большое танковое сражение. А на острове Кижи находится храм, построенный без единого гвоздя. Так здорово, когда на твоем холодильнике помещается целый мир. Я смотрю, новые магниты некуда вешать. Что делать-то будете? Ну, видимо, нужно покупать второй уже холодильник или какой-нибудь большой. А вот если в Америке одна женщина, она собрала уже, представляешь, 30 тысяч магнитиков. Вот у нее это проблема реально подовешать. И в городе, это в Сиэтле, по-моему, есть музей книги рекордов Гиннеса, и вот она там 7 тысяч магнитов выложила. О хобби семьи Суховей знают многие и везут магниты в подарок. Каждый год Евгений Николаевич проводит фестиваль «Волжские встречи». На него съезжаются юные журналисты из разных уголков страны, захватив магнитик с родины. Вот бы каждому из нас побывать во всех этих местах. Евгения Горбунова и Игорь Зверев. Специально для программы «Отдыхай». Это все еще прямой эфир программы «Отдыхай». И тема нашего эфира – коллекция. Мы уже с вами узнали о том, что коллекционирование – это своего рода мания. И сегодня у нас в студии замечательный гость. Радий Иванович Смирнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, у вас, смотрите, огромная коллекция ботинков. С чего все начиналось? Начиналось 16 лет назад. Я по профессии обувщик. И решил, большой ботинок на память не сохранишь его, решил сделать его в миниатюре. Вот этот ботинок. То есть это самый первый ботинок? Да, один из первых ботинков, да. И так пошло дальше. Начал производить уже что-то, это из кожи шить именно, чтобы. Потому что фотография, она старее, допустим. И захотелось сделать своими руками, чтобы другие люди могли оценить эту работу. А это как на память, да? Это как на память, да. А сколько в вашей коллекции обуви? В моей коллекции насчитывается сейчас более полутора тысячи. Полторы тысячи? Больше полторы тысячи, да, сейчас. Обалдеть. То есть это маленькая часть всего? Это всего лишь маленькая часть. Если бы мы сюда принесли, мы ее здесь целый день бы разгружали, расставляли. Понятно. А на протяжении скольких лет у вас собралась такая огромная коллекция? 16 лет. 16 лет? Да, 16 лет. А вот сколько примерно по времени занимает у вас работа какого-нибудь одного ботинка? Одного ботинка, это зависит от загруженности на работе. А так, когда нет работы, и вечернее время. Самое главное, наверное, занимает эта мысль, что-то создать в голове сперва. Руками быстрее все это делается. А создать, что ты именно хочешь воплотить. Из каких материалов? А из каких материалов? Из кожи. Кожи и подручные материалы. То, что можно в других местах найти, как говорят, попадаются под руку. Или уже ходишь. Есть у нас балашиный рынок такой на Южном поселке. Южный рынок. Вот я там долго искал пешку. Чтобы осуществить эту модель. Просто шахматую фигурку. Чтобы получился у меня этот ботинок. А вот. Это у вас где-то что-то записано, или это у вас все в голове держится? Какая-то мысль, чтобы какой-то домик создать? Нет, чтобы каждую модельку создать, подсказывает сама ситуация жизненная. Как говорится, год мышки. Вот мышка получается у нас. К Новому году стараешься сделать что-то такое. Да, елочку. А вот мне в глаза бросается вот этот вот ботинок. Он с карандашами из красного. Расскажите о его истории создания. Это туфелька такая интересная. В прошлом году моей дочери Софии исполнилось 20 лет. Она закончила художественную школу именно Акциновых. Сейчас учится на третьем курсе педа института нашего. Она у меня художница. И мне хотелось сделать что-то такое. Чтобы воплотить, чтобы карандаши, краски, мольберт и багеты, как говорят, чтобы они все это присутствовали в одном туфельке. Чтобы запоминающиеся было. Чтобы можно было через 5, 10, 20, 30 лет достать ее. И знаешь, какой день это было изготовлено. К какому событию. А я вот так вот понимаю, у вас есть и достаточно древние ботинки. Какой у вас самый старый древний ботинок? Самый древний ботинок, это, наверное, у нас французский. Вот это вот будет у нас чернильница. А ну-ка-то. Вот такая вот. Это вы уже сделали? А какого года? Нет, это Франция, фирма Депоже. Даже это не фирма, а лицензия, лицензированная обувь. Это чернильница, здесь крышечка была. Может, даже Наполеон подписи ставил из этой чернильницы. Но она 1860-х годов где-то. Обалдеть. Если по каталогу. Здесь крышечки только нет, отсутствует. И немножечко пострадала она, видно. Да. Боевые действия. В будущем, что вы собираетесь сделать в этой коллекции? Может быть, возможно, продать? Нет, оно не продается у человека. Единственное, что не продается, это душе. А когда сделан человек с душой, это не продается уже. Да. А вот я у вас тут вижу украшения, видеообуви. Можем примерить? Конечно. Очень даже. Ой, поменялись. Я расстегреть придется. Смотрите, вот еще вот такой вот ботинок, очень интересный. И напоминает машинку. Да, это последняя моя работа. Автомото я назвал бы так, скажем так. Ну, хотелось сделать как-то обувь в виде машинки, а как ее выполнить? Недавно, это моя из последних работ. Вот такая вот получилась. Да, и тут даже фары есть, получается. Да, и фары есть. И логотип, название машинки, вот как раз мой логотип, моя мастерская. А вот вы как-нибудь подписываете свои работы? Обязательно. На каждой работе есть логотип и год изготовления. Вот на этом ботинке написано «Радник 2020 год». Да. Чтобы в любой момент можно было достать и узнать, в каком году я ее производил. А вот я наткнулся на эту обувь, на ней. Логотип Чувашии и написано «100 лет Чувашии». Это я так понял. Да, это посвящается. Этот год у нас юбилейный, у нас у всех их хотелось бы что-то. Это, наверное, одна из первых моих работ, посвященных Чувашии этому году, скажем так. Хотелось бы, да, чтобы вот с чувашскими орнаментами наш хмель, как говорится, вот и все, чтобы цвета присутствовали в столетии. А вот я тут заметила то, что у вас помимо кожи тут есть еще вот такие вот пластмассовые. Это вы их покупаете или сами делаете? Покупаю или дарят. А вот смотрите, получается, у вас есть своя мастерская, да? Да. И вот когда посетители приходят, у вас же какая-то коллекция стоит. Как они на нее реагируют? Все просто, кто первый раз у меня посещает мастерскую, они все с открытой вертами. Из других городов у меня были, Сульяновск, Самары, люди в Монтекакту приезжают, и туристы, они приходят и говорят, что у нас, да, у нас такая мастерская в городе точно нет. Они приходят, ну да, это людям нравится. А ведь там некоторые покупные, они из разных стран, вы, наверное, путешествуете? Я мало путешествую, но в основном мне привозят. Или мы в интернете сейчас общаемся между такими же, как и я, коллекционерами. Мы общаемся, есть люди Наташи Гичи, она со Швеции, есть с Германией, с Дрездена. Я сам, кстати, в Дрездене служил, в армии, и вот тоже, как говорится, общаемся мы. Со многих стран есть, да. А вот семья у вас как реагирует? На это все поддерживает? Да, конечно, привыкли уже. И есть работы, которые у меня на работе висят картины, то, что дочка рисует мне, выполнены красками, там, пастель или чем-то. А сейчас мы бы хотели с вами поиграть в игру. Мы будем вам называть коллекцию, а вы то, как она называется. Вот, например, монеты, это нумизматика. Нумизматика, да. Да, давайте. Как называется коллекция марок? Коллекционирование, да. Коллекционирование, и это что-то у меня из головы влетело. Филателли. Филателли, да. Да, вроде филателли. Филателли, да. А вот коллекционирование автографов. Что это с автографами? Это фила... Да, автографилия. Ух ты, как условно. Да, кстати, ребята, вы пишите нам тоже свои ответы в чат, на самом деле это очень сложно. Вот лично я сама не знала. Вот только играйте честно, не подсматривайте в интернетах. А как вот это вот называется? Да. А вот как называется коллекционирование ваших... Это называется филаботия. Филаботия? Да, ботия это обувь. Ага. Филаботия. А вот вы знаете, как называется такое коллекционирование, как аквариумные животные? Нет. Я собирал, коллекционировал раньше рыбок. Были у меня в детстве рыбки. А сейчас мы бы хотели посмотреть рубрику про человека, который коллекционирует модели машинок, так же, как и вы, но он коллекционирует модели машинок. Давайте посмотрим. Смотрим. Модели машин. Для кого-то это просто игрушки, для кого-то возможность изучать историю, а для кого-то смысл жизни. Евгений Беляев с самого детства собирает модели машин, и большинство из них делает сам. Первую мою модель мне подарили родители на день рождения. Меня это выражило, мне стало интересно, после этого я стал собирать свои модели. У Евгения есть друзья-единомышленники. Вместе они организовали союз коллекционеров масштабных моделей автомобилей. И вот теперь их машина может увидеть каждый. Выставка техники Красной Армии приурочена к 75-летию Победы. На экскурсии вы узнаете много нового. В советские времена, когда шла война, немцы боялись Катюшу, а наши советские солдаты любили свою защитницу. За 15-20 секунд Катюша могла выпустить более 16 зарядов дальностью 8 километров. А вот мне нравится трактор Стальниц. Во время войны он дошел до Берлина как артиллерийский тягач. И еще долгое время использовался в мирном хозяйстве. Недавно я смотрела фильм Т-34, и мне очень стало интересно про него узнать немного нового. И вот я узнала, что сконструировал его Михаил Кошкин. Скорость он может развивать до 70 километров в час. А еще экипаж у него три человека. Все это точные копии настоящих машин. Только из пластика. Детали соединяют с помощью специального модельного клея. На создание одной машины может уйти несколько лет. Неприметная модель. Мне она очень интересная и дорогая. Казалось бы, обычный 557-й сделок. Постарался здесь выделить мотор, открывающийся. Даже в таком масштабе открывающиеся борта, выездная платформа, все это груз, собраться, привезти все выяснили чертежи в порядок. Вот это самое сложное. Оказывается, коллекционирование увлекает взрослых людей ничуть не меньше, чем детей. Главное – выбрать интересный объект. Руслан Черепин и Игорь Зверев специально для программы «Отдыхайп». Это все та же программа «Отдыхайп» и мы в прямом эфире. И тема нашего сегодняшнего эфира – коллекции. Но пришло время читать все то, что вы написали в чат. Что коллекционируют ваши родители? Мой папа раньше, как я ранее говорил, коллекционировал монеты. С детства, по-моему, начинал. Но в итоге подарил его мне, и я ее продолжаю. Как я ранее говорил. Следующий вопрос. Что за каверзная ситуация с дедушкой? Случилась с ним такая каверзная история. Раньше он собирал монеты. У него набралось огромное количество. То, что если бы он их продал, он мог бы купить себе машину. Поскольку это было очень давно, тогда дома вообще не закрывали. И вот у него украли. Печально. Что еще можно коллекционировать? Мне кажется, что коллекционировать можно все, что угодно. Есть даже самые страшные коллекционирования. Например, кто-то коллекционирует предсмертные записки. То есть, все, что вам интересно, это все можно собирать. Что коллекционировать дешевле? Мне кажется, достаточно много всего, что можно коллекционировать, не покупая. То есть, например, фантики, марки, если это спрашивать у друзей, у знакомых. В любом случае, можно вылезти как-нибудь из ситуации, спрашивать у знакомых. Можно коллекционировать зубы, которые выпали. Тогда вам точно не придется ничего покупать. Ну да. Кто-то пишет, что коллекционировал вкладыши, жвачек турбо, фишки с покемонами. Ну, чисто школьное увлечение. Да. Вот ты нам рассказывал про то, что кто-то коллекционирует очень страшные штучки. Вот расскажи что-нибудь еще. О! Например, есть коллекционер Кельвин Вон Краш. Он коллекционирует сиамских близнецов из мира животных. Например, у него дома может стоять чучело двухголовой свиньи. На картинах висят картины с ними. А на полках стоят баночки с, как сказать, соединенными лягушками воедино. Тут еще описано, что у нашего гостя золотые руки. На самом деле, мы с этим полностью согласны, потому что собрать такую огромную коллекцию и делать это все на разные тематики, это очень уникально и очень круто. А что дороже? Мне кажется, дороже коллекционировать картины, потому что их надо покупать на аукционах. И, например, какие-то известные старинные картины стоят дороже. Также машины. Ну, уж совсем олигархи некоторые могут яхты коллекционировать, например. Да, а сейчас пришло время подводить розыгрыши. И победителем нашего замечательного фотоальбома становится Елизавета Жукова. Давайте сделаем еще раз. Так, давайте. Нажмем. Победил Евгений Кочергин. Мы обязательно передадим вам подарок. А сейчас мы хотим позвать нашего замечательного гостя. Вы можете сказать вот в этот рупор все, что угодно. Что вы пожелаете, хотите нашим зрителям. Вот. Традиция. Дорогие дети. Коллекционируйте, дерзайте. Все, что угодно. Ну, как говорится, начиная с магнитиков, с камушков, с домиков. Надеюсь, каждая подаренная вами эта вещица станет продолжением дальнейшей вашей коллекции. Удачи вам. Спасибо. Получается, в первый раз выпала я, но это будет не очень честно, так как я сама здесь участвую. Поэтому выиграл Евгений Кочергин. И все честно. А с вами была программа «Отдыхайп». Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!